Добрый день! Сегодня анбоксинг и это кубик от Dayan. Не так давно, перед самым Новым годом, где-то я делал анбоксинг кубика Dayan раньше 2018 и сказал вот такие вот слова. То есть им сейчас нужно разработать какую-нибудь такую магнитную версию, не очень дорогую, типа МГЦ. Что-то сделать, ну Dayan, естественно. Даже вот в этот кубик вставить магниты. Но если в этот прямо магниты вставить будет как-то грустно, то разработать следующую версию, лучшую, поставить туда магнитики. Я думаю, будет интерес. И вот, выпустили магнитный кубик 3х3 от компании Dayan. Сразу, тактильно, очень приятная упаковка. Она такая, как тканевая на вид. Очень приятная, интересная. Магнетик сразу. Видно, как бы его называют в магазинах Dayan 8, но стандартное его название Teng Yun. Наверное, это правильно читается. Если нет, то поправьте. Ну и буковка M говорит, что он магнитный. Вот, Dayan 3х3. Выдвигается. Здесь все такое же тряпочное. И, скажем, ожидания от этого кубика были не очень. То есть, судя по предварительным фотографиям, сразу видно, что компания Dayan заимствовала от разных фирм какие-то удачные моменты. Мы видим вот это вот открывание бокса. Кстати, интересно, вот здесь, я смотрю, сделано положение кубика. То есть, кубик фиксируется вот так вот, а и в коробочке он не болтается. Ее, конечно, можно поставить и вот так, когда он будет там шевелиться. Ну, интересно. По-моему, я не видел такого у кого-то. Это свое придумали. В комплекте опять запасные пружины. По-моему, это прям уже традиция стала у всех. Наверняка это пружины другой жесткости. Два комплекта запасных пружин. Это уже интереснее. Это, конечно, еще не гайки, как у Gana. Но, интересно. Кастомизация это хорошо. Правда, я редко этим пользуюсь. Знаете, коробочку открыть, она не стоит. Не доработали. Даяновцы. Инструкция. Ух ты. F2L. Прям такой подробненький. OLL, PLL. А вот это молодцы. Вот это очень даже хорошо. И, понятно, все хорошо видно. Не огромная портянка, как у Gana. Но здесь все есть. Повнимательно изучу. Может, там кто интересный. Так, коробочку пока отложим. За коробочку однозначно плюс. Ну, единственный минус. Ну, единственный минус, то, что его открыв, без кубика падает. Ну, это к кубу уже не так сильно относится. Сам кубик. И вот это я люблю не очень. Он весь жирный. Жирный, 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 жирный. Как говорят герои некоторого сериала. Жирный, жирный, жирный жир. Все. Все в смазке. Все сразу блестит. Ну, вот. Компания Shinshow еще так любит делать. Все прям улить перед упаковкой. Это, конечно, наверное, для кубика полезно. Но вот открывать не очень. Я, наверное, сейчас вот мельком обращу ваше внимание на то, что там магнитики вот такие. Капсулы, как у Гана. И поставлю его сохнуть. Видео продолжу чуть позже. Наверное, так поступлю. Это не обезжиренный йогурт. Это просто жирнейший жирный жир. Извините. Прошло несколько дней. Кубик высох. Я избавился от заводской смазки. Добавил уже другой. Какой-то более-менее профессиональный. И открутил на нем сборка 900. И кубик оказался очень интересным. Очень и очень. Я на нем даже обновил свою сотку. До этого я случайно обновил сотку на MGC версия 2. На этом обновил еще раз. Да, конечно, результаты не столь велики. Ну, САП-17 я сделал сотку. В чем же суть? Кубик очень легкий. Очень быстрый. Беспредельно быстрый. Он настолько быстрый, что его я смазывал только густой смазкой. Ганновской. Чтобы его как-то замедлить. Его достаточно тяжело контролировать. Но, если привыкнуть, то это начинает приносить удовольствие. Это точно лучший куб от Даяна. Магниты здесь есть. Как я уже говорил в первой части видео. Идея позаимствована у Гана. Здесь много чего позаимствовано. У других головоломок. И все это пошло только на пользу. Да, многие считают, что это полностью плагиатный куб. Ну, это хороший куб. Поначалу, этот кубик Даян-8 мне чем-то напомнил Циклан Бойс. Магнитный. Кто помнит, то такой вот бюджетный магнитный куб. Это да, это вращается очень быстро. Неконтролируемо. Но у него есть огромный недостаток. Он звенит, как гремушка. И вот этот вот металлический звон. То есть, из-за того, что у него магниты некрепко сидят на своих местах. И исправить это никак нельзя. То есть, если только все там залить клеем. Не знаю. Если мы возьмем Шэнг Шоу Мистер М. У него была похожая проблема. То есть, магниты вставлены в слоты. Но там слегка шевелится. Капля клея на каждый магнитык. Проблема решала. И этот неприятный звон следящихся магнитов пропадал. Вот с клан Бойса этого нет. Он даже тысячу не отсобирал до сих пор. Просто не очень приятно. А так он чем-то похож. Слабенький магнит. И очень быстрое вращение. Если кому-то нужна адекватная версия вот этого куба. А если он кому-то понравился. Мне не очень. Тут Даян. Даян. Самое то. Давайте разок соберем. Покажу как это работает. Просто берем и собираем. Иногда от скорости прокручиваются грани. Но к этому нужно привыкнуть. Если вспомнить всю систему Даяна. Не всю. Начиная с Даяна 5. Даян 5 Жанчи. Легендарный кубик. Это мой первый профессиональный куб. С ним связано много теплых воспоминаний. После Даян Жанчи 2017. Какая-то такая не очень удачная попытка. Середняковый. Ну, мало кому понравился. Даян 7. Так называемый. Сенгум. Достаточно погремушечный куб. Ну, не особо плохой. Также средний. Средний. Даян 2018. Из всего предложенного ранее. Был самый приятный. Избавился от этих гремушечных свойств. Стал тихий. Как раз вот именно про него я говорил. Что пусть сделают версию с магнитами. Как-то модифицируют. И это будет очень хорошо. Да, и вот сделали. Но, что сразу заметим. Даян 2018. Жанчи. Он имеет такую свою старую цветовую схему. Схожую с этим, с Даяном пятым. Что придавало некого шарма. Ну, как бы, ностальгично. Тех, кто стук крутили старыми кубами, оценит. Но молодежь вряд ли. Ну, мне как-то понравился. Тихий. Достаточно приятный, хороший. Не успел его толком покрутить. Но первые впечатления приятные. Этот же имеет стандартную цветовую схему. Как многие топовые новинки последнего времени. И, как бы, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Какие-то стандарты. Ну, с другой. Отход от истоков. Каких-то. Ну, не знаю. Для всех подойдет стандартная цветовая схема. Сначала, когда я его крутил, легкость вращений была настолько ощутимой, что, несмотря на неплохую резку углов, да, отличная, что прямая, что обратная, движения настолько легкие, что при выполнении некоторых алгоритмов, вот эти даже незначительные усилия для резки углов казались флакапами. Было такое. Как бы, к этому, да, нужно привыкать. Это не то, чтобы плохо, но это особенность. Магниты можно было здесь, конечно, сделать посильнее. Ну, и с этими все хорошо, опять же, если привыкнуть. Давайте, на всякий случай, сравним строение. Этого Даяна хотя бы с предыдущим. С Даяном 2018. Это Даян 8. Это Даян 2018. Оба из неокрашенного пластика видим, конечно, некоторую схожесть в строении деталей, но и значительные различия, ну, не говоря уже о магнитных капсулах. Они, как у Гана, не извлекаются, не меняются, в крайней мере, с легкостью. На самом деле, я и не пробовал. Но функции такой замены капсулы не предусмотрены на этом кубике. Углы. Видим, что на Даяне 2018 рельсы. Здесь все гладкий пластик. Ну, и крепление вот этих цветных пластинок теперь сделано, как на Гане R. Ган-356R. Ну, и, соответственно, магнитные капсулы. А вполне вероятно, что ушли от рельсов только ради этих капсул. Возможно. Не буду утверждать. Многие обвиняют этот кубик в плагиате идеи у других производителей. Но я специально разобрал всякие топовые последние модели от других фирм и не нашел особого сходства прям полного копирования строения деталей именно угла и ребра. Да, магнитные капсулы были у Гана. Да, вот эта вот крышечка магнитная у компании Мою была. Кстати, в комплекте везде было анонсировано, что должна быть еще смазка. У меня смазки не было, а смазка должна быть именно от Даяны. Я связался с продавцом, он говорит, не вопрос, его ошибка, смазку пришлет. Не знаю, пришлет Даяновскую или какую-то другую, но по идее смазка должна быть в комплекте. Ну, вернемся к тому, что это копипаст. Да, Даян заимствовали идеи некоторые у других производителей. Плохо это? Ну, наверное, да. Плохо это только тем, что компания Даян чего-то своего нового не придумывает. Да, а плохо ли это для Куба? Нет, это хорошо. Накапливать чужой опыт и улучшать его, почему бы и нет. Кстати, если мы вспомним Юксин Хуан Лонг, у него здесь шарики, которые увеличивают инертность, так же, как на пирамидке. И такая же ерунда была у Даяна 2018. Я полностью вскрывать здесь детали не стал на Даяне 8, но мне кажется, здесь такого нет. Я тут в щелочке смотрел на углах, не заметил каких-то дополнительных грузиков, а возможно, они бы и не помешали. Легкость, чрезмерная легкость. Кубик весит всего лишь 77 грамм, то есть это сравнимо с каким-то там Gun Air, или даже легче, если не ошибаюсь. Размер 56 миллиметров его, очень легкий. И одно из важных преимуществ, он очень тихий. А если я специально достал Gun SM, Gun SM громче. Знаешь, у него такой благородный шелест. Здесь, мне кажется, он поглуше. Хотя машки примерно одинаковые. То есть многих интересует тихий куб. Чтобы собирать там ночью, не будить свою семью, или на уроках. Не собирайте кубики на уроках. На переменках собирайте. Этот куб тихий. И очень хороший. Но без густой смазки его очень тяжело контролировать. Надо много густой смазки. И изначально, как вы видели в начале ролика, в коробке он выходит весь очень обильно залитый заводской смазкой. У меня даже было предположение, что та смазка, которая должна была быть в комплекте, ее всю вылили на кубик и запаковали. Но, да вряд ли так, осталось бы пузырек. Но впечатления были такие. Отличный куб. Он не идеальный. Совершенно не идеальный. Вот давай одной рукой покрутить. Вот все вращается легко, но иногда, иногда вот так вот застревает как-то. И усиливается впечатление тем, что на фоне особой легкости вращения грани стандартная резка угловка кажется тугой. Вот здесь такое. Крутить его одно удовольствие. Я даже не знаю, возможно, на будущем чемпионате отсобираю им. Так. Ради разнообразия. Почему бы и нет. Просто вот я открутил 900 сборок и хочется крутить еще. Хотя надо тренировать какие-то другие дисциплины. Я не призываю всех приобретать этот Дайан. Но попробовать стоит. Хотя бы покрутить у кого-то, у кого он и есть. Меня он удивил. И мне он понравился. Молодцы, Дайан. Просто молодцы. Из определенных плюсов стоит подчеркнуть, что в комплекте у него еще есть вот эти вот пружинки. Видно там в окошечке. И причем их два вида. То есть можно еще поиграть с жесткостью пружин. И возможно это даст какой-то более позитивный эффект. Но, я думаю, какой-нибудь Дайан 9. Если не скатится в полное копирование идеи опять других фирм, то будет что-то очень интересное. А так, это топовая модель. То есть не середняковый, как вот до этого все Дайаны были. Ну, не считая Дайан 5, а Джачи самого первого. Который был лучшим в свое время. А вот это все. Кубы среднего уровня. Этот куб уже уровень топ. Да, он и стоит дороже, но не так, как Ганы. Там по 4 тысячи. Два, два с половиной раза дешевле. В районе, там, Балт Пауэр. Где-то так. Если кто-то до сих пор любит Дайан. И не покупает кубы от других фирм. И крутит еще пятым Дайаном. То на этот можно переходить смело. И магнитный, и приятный. И красивый, и изящный. И логотип Дайановский есть. И крутится быстро. Наверняка те, кто собирает вдвое быстрее меня, смогут собирать не хуже, чем собирали на других головоломках. Ну, 3 на 3 имеется в виду. У меня крайне положительные впечатления. Подчеркну, все это субъективно, как обычно. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.